Наука не стоит на месте. Каждый новый день дарит новые разработки и новые открытия, которые помогают делать жизнь человека легче и комфортнее. Все работы, представленные на выставке, объединяет главные. Они практикоориентированы и имеют все возможности для реализации не только в стенах вуза, но и на производствах. Здесь представлены экспонаты, собранные со всех факультетов, которые иллюстрируют те разработки, которые сделаны молодыми учеными, сейчас ведутся, ну и, собственно, те направления, в которых наши молодые ученые работают. Один из ярких проектов выставки – Виртуальный музей мобильных устройств. Разработчик Сергей Власенко рассказывает, что изначально его инициативная группа работала над созданием своеобразной презентации описаний мобильных и компьютерных операционных систем в их первоначальном виде. Сегодня, благодаря разработкам молодых ученых, можно самостоятельно окунуться в программный мир даже лет на 20 назад. После того, как первый проект был создан, дальше пошли уже, кстати, углубились в эту тему и решили сделать наглядный пример, то бишь запустить в самопрезентации рабочие операционные системы, чтобы любой желающий мог их посмотреть, увидеть, что они себя представляют, ну, как сказать, пощупать вживую их и увидеть, что будет. С разработками кафедры интеллектуальных информационных технологий и научно-исследовательской лаборатории робототехника Брещане знакомы уже несколько лет. Именно этот инициативный коллектив является непосредственным организатором международных соревнований «Робо-Рейс». На научной выставке в 2014 году ученые представляют три разработки. Здесь представлено три проекта. Первый проект, над которым сейчас на фоне работает Евгений Мешко, студент пятого курса специальности искусственный интеллект, это робот для исследования коммуникационных каналов, коробов и протяжки кабелей. Второй робот – это робот для обнаружения подземных коммуникаций. Третий проект, который мы сейчас представляем на выставке – это проект робота-гида. Работу над роботом-гидом в лаборатории начали еще в 2010 году. По задумке ученых, эта сравнительно небольшая машина поможет проводить экскурсии и конференции. Он сообщит, как пройти к тому или иному объекту, проведет экскурсию по специально заданной программе, перемещаясь от экспоната к экспонату и рассказывая о них посетителям. Пока робот не сопровождает гостей вуза, однако уже активно рассказывает о себе. Я приветствую вас на выставке недели науки Брестского государственного технического университета. Я – робо-гид. Мобильный автономный робо, созданный для удобного предоставления человеку полезной информации. Анастасия Назрин-Плотницкая, Андрей Щерб, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Спасибо. Спасибо. Спасибо.